Полиэфирное полотно для дорог. Во вторник глава региона познакомился с работой Тейковского предприятия Ультрастаб. Сетка с битумной пропиткой армирует асфальт и бетон. Остальные материалы укладываются в основание дороги. Отремонтированные с применением таких технологий участки служат дольше. Всего на территории России два подобных предприятия. Мы сейчас обсуждали практический план, как это все расширить. Есть же, насколько я понимаю, всего два таких производства России. И наши себя чувствуют уверенно. И вот потом поговорите с директором завода, он вам расскажет. Я так понимаю, ребята сильно нарастили выпуск в этом году. А второе, в другом регионе России, оно чувствует себя совсем не уверенно. То есть можно сказать, что мы единственные в стране сейчас. Но мы сейчас, мне это что интересует, чтобы было больше рабочих мест и больше налогов в Тейкове. Поэтому мы сейчас обсуждали, что еще можно сделать. Ультрастаб в Тейкове работает с 2015-го. Каждый год продукции выпускают в три раза больше, чем в предыдущий. Спрос есть. За пределы России получается поставлять пока только в страны СНГ. Казахстан, Киргизию, Белоруссию, Грузию. Выход на Европу только в перспективе. У них есть свои производства, но стоимость производства их значительно выше, чем у нас. Поэтому наш материал хорошо конкурентоспособен. Однако проблема в сертификации. То есть у них другая система сертификации. И нам нужно ее изучить сначала, потом ее получить, потом заходить на рынок. То есть это пятилетка, не меньше. Это долгий, нудный, тяжелый процесс. В большинстве случаев геополотно используют при строительстве федеральных дорог. Например, трасса Таврида в Крыму возводится с применением тейковских материалов. В Ивановской области ткань в основание дорог укладывают редко. Впрочем, новый западный обход строили с применением геополотна. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.